Друзья, Бокертов, сегодня мы с вами с Божьей помощью разбираем шестую мишну 3 главы Трактата Сан-Эдрин. И после того, как мы с вами поняли, почему свидетели могут оказаться непригодными, либо у них родственные связи с подсудимым, либо между собой, либо они нарушают какой-то из запретов Торы, то сегодня речь пройдет в нашей мишне о как, собственно, допрашивали свидетели. Вот они кошерные, они что-то сказали. Да, существовала специальная процедура допроса свидетелей, чтобы исключить возможность сговора того самого лже-свидетельства, которого мы опасаемся. Так вот, говорит мишна, Кейтсад Боткин – это Эйдин. Каким образом проверяли свидетели? И речь идет про Динеймамонот, про имущественное разбирательство. Вообще надо знать, что в имущественных делах мудрецы постановили, что вот допросы будут гораздо более мягкими, нежели, конечно, в вопросах, связанных с жизнью и смертью, Динеймамонот. Причина тому – это одно из исправлений мира, которые ввели мудрецы, потому что если в имущественных делах свидетели будут очень жестко допрашивать, то это просто закроет руку дающему. То есть, да, если я буду, если ты хочешь, у меня одолжить денег, а я потом понимаю, чтобы доказать, что ты должен был мне денег, моих свидетелей там будут так допрашивать, я просто испугаюсь и скажу, слушай, я потом не докажу никогда, что я тебе дал денег, да, лучше не дам тебе вовсе. Да, поэтому гораздо более мягкие правила. Тем не менее, все равно проверяли свидетелей, чтобы убедиться, что их четкие свидетельства совпадают, каким образом это делалось. Сначала их заводили в суд. И пугали их, запугивали их. Интересно, как это можно запугивать свидетелей. Имеется вину, им давали, как бы, такие серьезные уроки, на которых им объясняли, насколько страшен грех, лжесвидетельство, которое приводит ко всем бедам страшным вообще в мир. Да, не то, что, но и весь мир, как бы, из-за этого страдает. И помимо того страшного наказания, которое будет ожидать лжесвидетеля, он становится омерзителем даже в глазах человека, например, на котором он свидетельствует. Он-то знает, что тот лжет. Если на тебя кто-то лжет, ты-то знаешь, что этого не было. Он может кого-то другого обманывать. Но этот человек его тоже начинает, он становится омерзительным в глазах. И получается, что человек такой, он зло для небес и зло для людей. И так далее. Вот они все это ему объясняют, рассказывают, насколько серьезно то, что он сейчас будет делать. Это называется умами. Это называется, что они его запугивали. То есть учили с ним Тору по поводу, как опасен грех лжесвидетельства. У медицины, это Коля Адамна Хуц. После чего они, да, вот после этого разъяснения, строгости заповеди лжесвидетельства, они выводили свидетелей из суда наружу. Умешайрин это гадоль шабагэн. А оставляли только самого великого из них. Например, было три свидетеля, что-то видели. Они говорят, вот ты вот самый уважаемый, ты оставайся, остальные вышли. Потому что допросы свидетелей производились не вместе, а по одному. Для чего? Чтобы один не научил других, как нужно говорить. Поэтому не оставляли самого крутого, оставляли, допрашивали отдельно. И говорили ему, а ну-ка расскажи нам, откуда ты знаешь, что этот должен этому? Имамар, если на это свидетель отвечал, он сказал мне, что я должен ему. То есть подсудимый сам сказал мне, что он должен денег. Или же свидетель говорит, ну, ишплони, такой-то, такой-то, которому я доверяю, сказал мне, что этот человек должен денег. Тогда это вообще не берется в расчет. Потому что в этом свидетельстве нет никакого, ничего, за что можно было зацепиться. Шаофилу, Шамаме, потому что даже если он слышал от самого подсудимого, что тот должен кому-то деньги, это не доказательство. Потому что иногда человек, да, говорит, что он должен денег, что он должен денег. Почему? Чтобы его не держали за богача. Люди как бабой, вы что вы, что вы? Да, это нет, на самом деле я там это одолжил, это машина в кредит, дача в кредит, яхта в кредит, все у меня, я должен денег. Да, как бы прибеднялись люди, поэтому то, что он это сказал, это еще не повод, да, его в чем-то обвинять. То же самое, если он услышал у кого-то вообще постороннего, у третьего лица, который сказал, что этот человек кому-то что-то должен, это называется свидетель по слову другого свидетеля, и такое свидетельство не работает. То есть ты свидетель, ты должен быть свидетель, а не говорить что-то, что ты слышал от кого-то. Значит, тот, который это видел, он свидетель, но не ты. кто свидетель? Тот, который скажет в итоге это было при нас, как он подсудимый признал, что должен перед кредитором. То есть вот они двое стояли вместе, и мы видели, и мы слышали, как этот свидетель сказал, я должен тебе денег, обращаясь к кредитору, я должен тебе там, что я должен тебе 200 монет, то есть очевидно, что он понимал, что это люди видят, и он хотел, чтобы эти люди засвидетельствовали тот факт, что вот он должен денег этому человеку. Тем более, если он сказал, тем более свидетель говорит, не то, что я слышал, это на моих глазах, я видел, как этот человек одолжил ему 200 монет. Тогда его свидетельство, да, принимается. Это как будто они первого допросили. После чего с ним заканчивали, заводили второго свидетеля, третьего, четвертого, пятого, десятого и так далее. И проверяли его таким же образом, так же, как проверили первого. И если мы видим, что нет никаких противоречий между тем, что говорил первый и говорит второй, да, они спрашивали, когда это было днем или ночью, да, сколько бы это было людей, то есть чтобы понять, что действительно они были в одной из ситуаций, и все совпадает, тогда уже судьи говорят, спасибо за ваше свидетельство, мы будем принимать решение. На основании свидетельства, которое они получили, они уединяются и выносят свое решение по количеству голосов. Знаем, что если двое из них говорят, что человек не должен, а один говорит, нет, он должен, тогда два против одного, закай, мы говорим, что он не должен. Если двое говорят, что он должен, хаяв, а другой говорит, нет, закай, он не должен, тогда хаяв, тогда он должен заплатить, потому что, опять-таки, двое говорят, что нет свидетельства, говорит, скорее всего, он действительно деньги брал. Но если один говорит Закай, другой говорит Хаят, а третий говорит, слушайте, я не знаю. Вот я послушал всех, я не пойму. Вроде да, вроде нет. То есть один судья воздержался, а двое не сошлись во мнениях. Или Тогда что мы делаем? Да, если один сказал да, другой сказал нет, а третий сказал я не знаю. И даже если двое оправдывают или двое обвиняют, а один говорит я не знаю, если пятеро было судья, а не трое. А та же ситуация тоже опять-таки два на два, и один не знает. Несмотря на то, что если бы даже он кому-то противоречил, и он один, а те, кто ему противоречит, двое, все равно Когда один из судей говорит, я не знаю, как будто его нет на суде. А тогда получается, что суд идет из двух судей. То есть как это, один сказал виновен, другой сказал невиновен, а третий говорит, я не знаю, ты не знаешь, ты судья, давай, надо принимать решение. Если ты мне не определился, то как будто бы тебя нету. А для суда нужно не двое, а трое, не четверо, а пятеро. Поэтому вот в этом случае, как мы говорили, необходимо добавить судью. Точнее, двое судей. Добавляют еще двоих. И снова разбирают все, и снова собираются для принятия решения. И снова А как добавляются судьи, до каких пор, это мы еще раз будем разбирать уже позже. В восьмой главе Сангедрина, во второй, да, мы уже, кстати, тоже упоминали, да, но еще будем учить. Будем учить и в пятой главе, в пятой Мишне. Окей, работай. Это значит, что касается допроса свидетелей. То есть мы с вами сказали, да, их сначала заводили, потом их запугивали, у них был такой урок внушительный по поводу того, как важно, да, не солгать ни одно слово, когда они будут преддавать свидетельство. Потом, поочередно, начиная с самого важного, их допрашивали перекрестом, то есть как бы, да, по отдельности, сравнивая каждые показатели, а потом уже суд удалялся для принятия решений, где все решало большинство. В случае, если большинство голосов достигнуто не было, тогда добавляли судей до тех пор, пока большинство не проголосует либо за, либо против. Друзья, сегодняшняя наша изучение Тору было в заслугу наших братьев, ва хейну бит из-серангоним битцара, у башевья, за выздоровление, репоша, лима, иссяг бен Мирьям, ривка, бацар, релия, у Давид бен Мирьям, Аарон, Давид бен Ривка, леардин бен хаим ламитим, лейму нишмат, кинадий бен херш, идуэдри бен Абрам, хайм, мяосеф, бен айламит, Тамара, акива бен Аарон, лолан, бен Ребека, наоми бет-яков бен Мирьям, якум бен Аким, олудамин, наоми, ципора бен Михаил, олудамин Тамара, хайм, бен децак, олудамин Тамара, галиноват, ладимир, цара борт, ладимир, олудамин, александр, авдавид Вайнз, мушхея, бен Абрамин, цара, софью, бен Мирьям, Субтитры делал DimaTorzok А я прощаюсь с вами, друзья, до следующего раза. Всем ишаркоах!